Друзья, 97% зрителей смотрят новости без подписки, подпишитесь, чтобы не пропустить свежие новости. Мебельные компании и деревообрабатывающие заводы Европы продолжаются сталкиваться с трудностями. Нарушенные цепочки поставок, падение уровня жизни в ЕС, а также импорт дешевой фанеры из Казахстана и конкуренция с Китаем не оставляют местным производителям шанса. После ввода многочисленных санкций страны Европы столкнулись с последствиями этих решений, которые не слишком хорошо повлияли на промышленность. Нарушенные цепочки поставок и кризис на энергетических рынках привели к тому, что даже крупные предприятия начали испытывать трудности. В первую очередь это отразилось на энергоемких заводах, а также в тех сферах промышленности, где российский газ использовался в качестве сырья, например, на производителях минеральных удобрений. Однако со временем проблемы обнаруживаются и в других секторах производств, которые, казалось бы, не должны были пострадать. Так, сейчас под угрозой находятся производители мебели Европы и деревообрабатывающая промышленность. Некоторые предприятия закрываются, другие сокращают штат. И винят в этом снова Россию, которая обходит санкции и продолжает поставлять в ЕС свою дешевую фанеру. В чем на самом деле причина трудностей, с которыми столкнулись производители мебели? В дешевой российской фанере, которая попадает на европейский рынок? Или наоборот, в нарушении цепочки поставок и недостатки сырья, вызванном санкциями? И что в итоге ждет в итоге мебельную промышленность Европы? Кризис на рынке европейской мебели начался не в 2024 году. Уже к осени 2022 наметилась определенная тенденция, которая позволяла говорить даже не о стагнации в отрасли, а о кризисе. В тот период британский магазин Made. Ком объявила при остановке приема заказов, немецкая компания Home24 выставила бизнес на продажу из-за снижения спроса за год продажи упали на 80%. Однако в тот период, когда мир еще не оправился от последствий пандемии, а также переживал острый этап кризиса, все взгляды были прикованы к энергетическим концернам, которые оказались на грани закрытия и продолжили работу только благодаря огромным бюджетным вливаниям. А вот производители мебели остались в стороне. Но это не значит, что их проблемы чудесным образом исчезли. В Германии, для которой разрыв отношений с РФ оказался очень тяжелым ударом, мебельная промышленность чувствует себя немногим лучше, чем химическая или сталилитейная. По словам управляющего директора Союза немецкой мебельной промышленности 495 Яна Курта, по итогам 2024 года ожидается сокращение оборота на вноминальном выражении. Если учитывать инфляцию, падение может стать еще более значительным. Причина такого спада заключается в снижении покупательской активности. Уровень жизни снижается, инфляция продолжает оставаться на высоком уровне, а вот себестоимость продукции растет в том числе из-за удорожания сырья и энергоресурсов. Индекс потребительского климата в Европе, представленный компанией МИКФК и НИМ, показывает значительный и продолжительный спад. Только в сентябре показатель уменьшится на 3-4 пункта. То есть доходы европейцев продолжают падать. А ведь цены не стоят на месте. Согласно данным Федерального статистического ведомства, в Германии цены на кровати выросли на 21% по сравнению с 2020 годом. Стоимость мягкой мебели увеличилась на 16%. Все дело в увеличении себестоимости? Судя по отчету того же статистического управления ФРГ, цены на древесноволокнистые плиты снизились на 6-3%. Ну вот и наступает долгожданный момент, когда Евросоюз будет полностью зависеть от дорогостоящего привозного американского природного газа. Ведь в таком случае их промышленность будет не в состоянии производить целый спектр продукции и отдаст эстафету обогащения другим, более успешным странам. Нидерланды, конечно, заслужили такую схему, как в целом и вся Европа, но там прекрасно понимают, к чему это приведет. Истощившееся главное газовое месторождение ЕС в Гранингене с 1 октября не позволит набивать карманы газодобывающей компании, которая в прошлом являлась ключевым плательщиком в нидерландский бюджет. Когда в 1960-х годах на Гранингенском месторождении начали добычу газа, то доход от этой деятельности сразу занял первое место по объемам получаемых денег в государственной казне. Это был главный источник газа для Западной Европы. В США с радостью потирают руки, ведь не наращивая объемы поставок, можно будет добиться существенного удорожания стоимости газа из-за дефицита. Между прочим, американской сланцевой отрасли необходимы срочные приливы финансовых средств, их и так заставляют расплатиться с долгами перед банками, многие компании обанкротились, поэтому чем меньше у Европы будет собственного газа, тем лучше для всех, кроме, конечно, самих европейцев. Но ничего, они переживут, их же принудительно заставили отказаться от недорогого российского газа, в результате чего остановилась часть предприятий. Металлургия стала меньше производить продукции на 50%, некоторые виды удобрений стали меньше выпускаться на 75%. А зачем им промышленность, если они богаты и все могут купить в других странах? Кстати, нужно обратить внимание, что за время добычи газа в Гранингене 127 тысяч строений были испорчены из-за толчков земли, а там всего 327 тысяч задней. Естественно, это нужно оплатить, но в Нидерландах о людях никогда не думали и просто игнорировали этот факт, иначе пришлось бы всю выгоду от добычи газа раздавать жителям. В городе Гранинген одна треть зданий в испорченном состоянии с трещинами, некоторые приходится демонтировать. Вот так Европа. Однако отмахиваться от компенсации не получилось, но там пошли на хитрость и пообещали через 30 лет заплатить 22 миллиарда евро, то есть когда не будет добывающих компаний, а также тех, кто требует эту компенсацию. Не станут же люди жить в таком доме, проще переехать в нормальную страну, где здания не трескаются каждый год. Но теперь толчков земли больше не будет, это злополучное месторождение, приносившее Нидерландам основную прибыль, окончательно закрывается с 1 октября, гораздо раньше, чем это предполагалось. Конечно, промышленная составляющая в этой стране была довольно сильна в общей структуре валовый внутренний продукт. Но теперь обеспечивать работу всех этих предприятий стало гораздо дороже, рентабельность значительно снизилась и в некоторых случаях стало дешевле вообще закрыть производство, чем владеть такими бесполезными активами. Видимо, именно поэтому они так стремились украсть российские удобрения в своих портах, чтобы поддерживать свой прежний уровень экономики. Однако, быстро прояв уворованное, там в будущем будут вынуждены придумывать новые способы, но жить за счет воровства их сельскохозяйственная отрасль точно не сможет. Что плохого в том, если у них закроются химзаводы, а те страны, кому они продавали удобрения, вдруг начнут покупать его у России напрямую, Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства. К нам ограничивают поставки ряда товаров. Может быть, нам тоже подумать об определенных ограничениях? Уран, титан, никель. Себе во вред только ничего не нужно делать, но в целом, если это нам вредить не будет, то можно было бы подумать над определенными ограничениями поставок на внешний рынок не только тех товаров, которые я назвал, но и некоторых других. США ограничили поставки целого ряда товаров в Китай и РФ. К примеру, полупроводников, которые необходимы для промышленности. Более того, под санкции Вашингтон запретил поставлять нам эти товары и другим странам. Россия и ее партнеры в первую очередь, Китай давно задумываются о необходимости введения подобных ограничений в ответ на недружественную. И, если подсчитать вероятные убытки, становится очевидно, в минусе от проводимой политики санкций окажутся именно американцы и европейцы. Китай еще в прошлом году ввела ограничения на экспорт галлия, германии и графита, что стало весьма чувствительным для Запада. РФ до сих пор не предпринимали аналогичных экономических мер. Одна только Россия занимает почти треть мирового рынка обогащенного урана и входит в топ-3 производителей никеля. А Титана больше РФ выпускают только Япония и Китай. Также наша страна контролирует 55% глобальных запасов алмазов, 46% палладий и почти 25% мировой добычи золота. ЮАР вместе с РФ обе страны состоят в БРИКС, контролируют 80% объемов добычи палладия и платины. А вместе с Китаем Россия держит контроль над 84% глобального рынка ванадия. При этом эксперты полагают, вслед за ограничениями на экспорт, который может вести Москва, аналогичные решения примут и другие страны, члены БРИКС, давно уставшие от одностороннего американского гегемона. Подобное решение будет крайне болезненным для западных рынков. Российский экспорт в Штаты практически полностью состоит из поставок удобрений топлива, металлов так называемой платиновой группы рутений, родий, палладий, осмий, иридий, платина, никеля и титана. Причем мы продаем им не сам уран, а обогащенный уран топлива для реакторов, который используется в энергетике. Сегодня на долю России приходится более 20% топлива для американских реакторов.